Мой доклад, который я назвал «Из наблюдений над синтаксисом Карпата украинских диалектов», учитывая и формат доклада, и несколько непривычную форму его оглашения, я остановлюсь только на некоторых моментах и общих вопросах украинского диалектного синтаксиса проекции на карпатский ареал. Нет необходимости напоминать, что синтаксис является малоизученной областью народного языка, не только украинского, но это касается и в равной степени и других языков, диалектов других славянских языков. Равно как и нет необходимости напоминать, что методика исследования еще недостаточно разработана. Остается зависимой от практики описания синтаксиса литературного языка. Такое состояние связано не только со сложностью изучения данного предмета, но и царящим непониманием сущности диалекта, не такого понимания сущности частной диалектной системы, как хотелось бы. В нашем понимании частная диалектная система – это прежде всего языковой код, отдельный тип речи деятельности, отдельный тип коммуникации, глубоко отличающийся от литературного идиома, и на изучение которого, на изучение литературного идиома, продолжает опираться современная лингвистика, не учитывая специфики теоректов, их бытия, функционирования, и забывая на минуточку о том, что диалекты были основой любого литературного языка, и остаются очень важным источником его дальнейшего развития. Устность, связь с определенным социумом, в котором этот речевой код абсолютно понятен, и проекцируемость на данных социум играет определяющую роль в формальных средств передачи определенного содержания, в реализации модусных особенностей и вербализуемых смыслов. В коммуникации человек стремится быть понятым, понятым одно-однозначно, и поэтому в социуме не возникает вот тех барьеров непонимания, а этого мы как раз и не хотим учитывать, когда ведем речи о диалектах. Синтактика, единение языковых элементов в целостную форму, для презентации смысловых блоков, сегментов передаваемой информации, тенденции и правила таких соединений оказываются устойчивыми, прогнозируемыми в одних своих характеристиках и весьма динамичными, вариативными в своих других проявлениях. То есть вот такое соединение статики структурной и динамизма. Последняя вариативность – наличие альтернативных соответствий. Что-то, что-то… В реальном картографическом отражении нередко создает весьма острую картину, многоплановое противопоставление, что не соответствует обобщенному утверждению о том, что синтактические явления укрупненно членят континуум по сравнению с элементами других структурных уровней. Все дело именно в точке отсчета, как, какие явления мы берем во внимание и ложим на карту, и тогда получается или укрупненное видение диалектного членения пространства континуума, или довольно подробная дифференциация. Поэтому исследование набора синтаксических единиц отдельной частной диалектной системы или объединений, ЧДС, реализация синтаксических моделей, схем, особенно формальное варьирование в речи, связи с близкими структурами, что нередко приводит к появлению новых структурных особенностей, остается одной из актуальных задач современной описательной и теоретической диалектологии. Без этого невозможно создание точного индивидуального портрета частной диалектной системы или диалекта, как и большего образования, воссоздания или реконструкции его исторического развития. Задача максимально полного описания синтаксиса в полной мере актуальна для украинских диалектов карпа архаического и диалектно довольно сложного сегмента украинского континуума, испытавшего в прошлом южнославянское, южнороманское и венгерское влияние, и при этом сохранившие следы глубокой архаики. И в настоящее время разделенный вот этот континуум карпатский, ой, не украинский диалектный субконтинуум, государственными границами. Следы украинского межязыкового взаимодействия хорошо сохранились на лексическом уровне, однако мало известно, затронуло взаимодействие и синтаксис, есть иногда то, в чем это за свидетельство. Вот я вижу, Людмила Эдуардовна появилась, и я думаю, что будем слышать Людмила Эдуардовна. Напомню, что синтаксис отдельных зон закарпатского диалекта в свое время описал Петр Николаевич Ризанец, Василий Иванович Тобош. Отдельные черты отражены в работах других авторов. В частности, я здесь хочу напомнить цикл работы Марка Толстой об эмпитике, и не только. И, кстати, ее вместе с Сергеем Любичем Николаевым сломают Торунского диалекта, где драматические характеристики приняты во внимание, более того, эти характеристики эксплицированы. Многие явления диалектного синтаксиса представлены на картах атласа украинского языка. Хотя мы и всегда говорим, что в атласах национальных атласах синтаксиса мало. Это и так такой был подход, что время, когда создавались программы, и такое было общее значение синтаксиса. здесь я, кстати, хочу напомнить еще раз, что ошибочное мнение о том, что синтаксис только дает укрупненную деференциацию пространства, как раз и привел к тому, что в атласах многих итальянских языков синтаксис представлен недостаточно. должен сказать, что часть синтаксической информации мы можем извлечь из карт атласа Иосифа Цинцелевского, а также из отдельных карт общественно-словянского, карпатского филеологического атласа. Все эти предпосылки, о которых я сказал, говорят о том, что проблема синтаксиса остается весьма актуальной, и ее исследование остается весьма и весьма желательное. Если вы обратитесь к картозу украинского языка и войдете на карту 261 второго тома, то вы сразу увидите вот ту очень сильную дифференциацию, где в пределах карпат мы имеем в целом случае самое меньше это 8 типов представлений одной и той же синтаксемы. Речь идет о такой синтаксеме, как сын выше отца. Вот такое значение. Как передается украинский диалектор карпат. Мы имеем здесь формы сын выше за батька предлог за сын выше вид батька и иной уже предлог. Третий предлог сын выше над батька. Четвертая конструкция сын выше против батька. Сын выше я батько. Здесь уже меняется поддержка. Сын выше чем батько, сын выше ниже батько и сын выше батько. И это все на одном фактически небольшом отрезке украинского диалектного континуума. Это контакт. Подобную же ситуацию мы, причем я хочу сказать, что членение вот этой территории по этим признакам довольно четкое с охотом и вариативностью в зонах соприкосновения, распространения или ареалов и той или иной конструкции. То же самое мы наблюдаем и взяв карту 273 этого же атласа и формула у меня моя жена заболела плохая формула, но тем менее. Но семантически плохая, но структурно очень хорошая, потому что мы имеем у меня заслабла жена жена. И дальше идет противопоставление беспредложная форма. заслабла жена. И вот эта беспредложность это большая загадка, когда опускается беспредложная конструкция. До карпатских говров оно характерно. И есть много и коррекция примеров довольно широка. У меня в меня значит заслабла жена. Мен заслабла жена. Заслабла и старый дать ми жена. Заслабла и уже идет генетип паркетив маяшинка. И дальше идут несколько конструкций, где нет уже этих определений, есть иные описательные конструкции. О чем все это говорит? Это говорит о том, причем опять-таки я подчеркиваю, что дифференциация пространственная довольно отчеркивает. И в этой отчеркивающей дифференциации мы можем дальше моделировать, искать пути направления междиоректных и междиоректных и междиоректных объявлений. Наблюдая значительный вариант синтаксических конструкций, важно все-таки определить для себя доминанты поиска. И конечно же это варьирование форм, средств выражения грамматических значений, то есть той начинки, с которой работает диагноз носить. И здесь конечно открывается ящик пандора. Почему? Потому что мы на уровне только предглогов, на уровне предглогных конструкций имеем колоссальный вариант. Не говоря уже о том, что мы имеем суперпровокатора в структуре предложения, это предикаты, глаголы дальше требуют определенной связи, требуют определенной сочетаемости управления. А глагольное управление диалектом, в украинских диалектах, особенно Карпат, это непаханная цедина, к сожалению. И материалы совершенно удивительные. Причем я хочу сказать, что во многих случаях мы имеем дело уже со следующим элементом, когда идет сращивание глагол плюс и объект аэнда и субъект действия настолько спаянных, что получается близкое и уже и диаматизированное сочетание. Скажем так, зробите волю, то есть попросите нечто сделать, зробите дягху, и вот это зробите шану, зробите дягху, поблагодарить, зробите шану, кого-то ну, пошунувать кому-то сделать приятное. То есть вот эти спаянные синтагмы глагол плюс объекты, иногда это инструмент, с помощью которого это действие осуществляется в карпатских диалектах очень широко. Я не могу обойти внимание, что вот это внешне кажущаяся идиоматизация на самом деле часто перерастает идиомия. И уже никто в бойковском диалекте, когда речь идет об ситуации, меня ищут, то есть спрашивают, скажут, питайте за мною. Не про, не за, и меня а питайте за мною. И вот таких конструкций мы имеем очень много. Да, и сами формы, грамматические формы тех или иных элементов структурных поражают разнообразием. И тот же глагол, опять возвращаясь к глаголу, и формы прошедшего плюс вам форми будущего времени, особенно в будущее время, где мы имеем аналитическую форму. Мы на свете мы муть спевать, то есть ту форму, которая соответствует альтернату носе темуть, спевать муть, казать муть, муть носите, муть спевать, причем расположение дистантное, как и частицы вся, которая может занимать припозицию, разделенной несколькими элементами убеги стоять перед вне богов. Я не могу не обратить ваше внимание на трудфакт, чтобы сократить на трудфакт, я прошу прощения, но мы очень ограничены во времени. Заканчиваю. Заканчиваю. Обратить внимание на трудфакт, что те синтаксены, которые мы сегодня фиксируем в речи украинцев, носителей Карпатских городов, иногда просто поражают совпадением с южнославянскими детскими фактами. Один только пример из коллекции. Витласня моя маты камдали, камдали. Вот это камдали, чем дальше, чем дальше, которые имеют широкое распространение в болгарском, континуем болгарских диалектах. Это одно из множества свидетельств того влияния южнославянского, которое и здесь я только сокращаюсь и скажу, отражено и на уровне культуры, и на уровне фольклора. Я закончил сейчас один сюжет по фольклорным текстам болгарским, сербским, македонским и карпатским, найдя множество просто соответствий, которые поражают точностью соответствий и функциональных, и дневных форматов. Обращаю также внимание уже конспективно, что одним из объектов исследования остается трансформация одной синтаксены в другую, когда скажем, вместо ожидаемого одной поддержной формы мы можем другую. Таких просто примеров сотни на субституцию, скажем, именительным местом в Руде вместо в Танасе вместо в Танасе винительного и так далее. То есть вот эти линии субституирования оказываются очень важными. И наконец-то возникает проблема насколько может быть покажется несколько казуистической, но все-таки а где предел граница объекта диалектных синтезов вот этого предмета изучения. И как разграничить вот то, что мы называем мархологией, грамматикой и синтезис, синтезис и семантику. И наконец-то текстологию, текст как целости в ходе высокого порядка и синтезис. Синтези, как организация речи отражается и на отдельных синтезамах и на общей организации речи. И вот здесь я хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, на одну работу, которую многие из вас, как мне кажется, пропустили и не оценили по-настоящему. Речь идет о работе Людмилы Эдуардовны о фонетической программе слова, в которой поставлена проблема программируемости, то есть фонетические явления. Людмила Эдуардовна предлагает видеть через призму вот этой саганности, этой программности. И когда мы это распространим саму идеологию вот этого исследования и на синтаксис, то кажется, что нас в данном случае ожидают большие и меньшие открытия. Спасибо за меня. Спасибо за субтитры Алексею!